Вы как основной пригожиновед, вагнеровед, сегодня будете мной допрошены, формулировка, конечно, не совсем такая, но тем не менее, у меня накопилось к вам очень много вопросов, на которые до сих пор аудитория не получила ответов, несмотря на то, что убийство Пригожина состоялось уже сколько времени назад, а тем не менее, всякие новые подробности, несостыковки, тайны продолжают всплывать, поэтому, так как это не заурядное дело, и оно может иметь большие последствия на систему в Кремле, на режим Кремле, на демонтаж системы в Кремле, Я хочу поговорить об этом подробно, потому что вы, как правило, имеете много инсайдерской информации по вашим источникам, которые, кстати, вот даже я могу сказать по нашим эфирам, когда вы первые давали какие-то данные, они потом подтверждались. Вот даже по тому, что Вагнер планирует, там, Путин или Лукашенко, или Лукашенко с Путиным перебросить на Польшу или сделать какую-то операцию военную в Польше, ну, собственно говоря, потом эти же люди публично об этом заявляли. Да, ну что, я готов, клянусь говорить правду, правду и только правду, на то, что я знаю, я отвечу, что не знаю, честно признаюсь, что не знаю. Ну, начнем с самого начала. Скажите, Пригожин мертв или Пригожин жив? Пригожин убит, скажу более точно, 23 августа Евгения Пригожина, Валерия Чекалова, его заместители по финансам и по безопасности Дмитрия Уткина и других их сообщников по террористической организации ЧВК «Вагнер» убили и вместе с вагнеровцами в авиакатастрофе, в результате вот этого взрыва самолета, погибли еще два пилота и стюардесса. Хорошо, значит, Пригожин мертв, террорист Пригожин мертв, убил его военный преступник, террорист Путин, а почему тогда он тянул два месяца? Потому что убийство произошло ровно через два месяца после того мятежа и похода на Москву, который устроил Пригожин. Как сказал сам Путин, они были знакомы с начала 90-х. И они это озвучили впервые, а я это подразумевал и говорил в последний год, что Евгений Пригожин является таким наместником, вассалом, прислугой Владимира Путина, который выполняет любые его прихоти и незаконные поручения. Начиная с 2014 года, Пригожин, как доверенное лицо Путина, был смотрящим за ЧВК Вагнера. Путин его отобрал из всех возможных кандидатов, как человека, который, с одной стороны, склонен к жестокости, с другой стороны, имеет черные пятна в своем прошлом, некий негативный бэкграунд, который он хочет преодолеть и попасть наверх в российскую элиту. И вот тогда Путин ему обещал со своей стороны социальный лифт, который везет его куда-то наверх во власть, в обмен на то, что он справится с секретным заданием. Секретным заданием было создание вот этого нелегального террористического подразделения, известного теперь уже как ЧВК Вагнер. Это была такая нелегальная армия, которую они использовали как тайное подразделение, секретное подразделение за границей в целом ряде стран. И делалось это для того, чтобы дистанцировать диверсии, террористические акты и другие военные преступления ЧВК Вагнер от официальной российской власти, от Путина, от Российской Федерации. В связи с тем, чтобы не было санкций международного расследования, чтобы в конечном итоге все шишки доставались как громоотводу Пригожину с его командой. Взамен, конечно же, Путин его осыпал героями, в кавычках возьму, потому что для меня это не звание, это герои России. Потому что они это опошлили, это звание, собственно говоря, как и Россию за последние годы. Огромное количество денег поступало и так далее. И он был осмотрящим от Владимира Путина за ЧВК Вагнер. Рулил бюджетными деньгами, успешно их обналичивал, переводил в кэш. Банки, целый ряд банков по команде ФСБ давали ему нулевую ставку для обнала. 0% с него брали, когда с других коммерсантов в Москве брали по 5-10-15% комиссии. И ему помогали уводить в черный кэш в нал деньги банки бесплатно, потому что все понимали, что это задача государственной важности. Важно иметь вот эти вот чемоданы кэша, чтобы ежемесячно миллиарды рублей выдавать наличными в руки наемникам, которым выплачивали зарплату, которая в 3-4-5 раз превышала выплаты рядовым сотрудникам армии, МВД, тюремной системы и так далее. Вот что было на протяжении долгого периода времени. И около 8-9 лет разные журналисты в разные периоды пытались так или иначе разоблачить ЧВК Вагнер, разоблачить Пригожина. Много об этом ходило слухов. Несколько журналистов были убиты, они уехали в Африку снимать документальный фильм расследования о Пригожине, от ЧВК Вагнер об этих схемах в Африке, и там их убили жестоко. И до сих пор это убийство не раскрыто, и до сих пор виновные не обнаружены, не найдены, не привлечены к ответственности. А некоторые из них, мы теперь понимаем, сами убиты. Так вот, отвечая на ваш вопрос... А какие журналисты убиты? Да, там три журналиста из России ездили в Африку снимать документальный фильм, и их там убили. Жестоко убили как раз, чтобы с одной стороны пресечь эту расследовательскую работу, а с другой стороны запугать огромное количество российских журналистов, чтобы они даже думать, боялись открывать рот и смотреть в сторону Пригожина и ЧВК Вагнер, в буквальном смысле. Так вот, в 8-9 лет они делали все очень тайно, никто об этом не знал, доказательств было крайне мало. И потом Путин решил реализовывать вот так называемый проект К, проект колония, проект конвой, пойти по пути Сталина, когда Сталин на передовую, на самые опасные участки линии фронта отправлял заключенных из ГУЛАГа. И в целом, там, по нашей информации, более 900 тысяч узников ГУЛАГа было отправлено на войну, большая часть из которых там же на передовой погибли. Путин решил идти тем же самым бесчеловечным, но весьма эффективным в их представлении, в представлении диктаторов и тоталитарных правителей, путем он решил отправлять заключенных. И вот в тот самый момент Пригожин впервые в жизни зашел на ту территорию, которую мы правозащитники считаем, скажем так, но если не совсем нашей, то, по крайней мере, нам там подконтрольный, поднадзорный, то, где мы стараемся уже более 10 лет осуществлять гражданский, общественный, журналистский контроль. И вот тогда как раз нам начала поступать информация, что начиная с июня 2022 года Евгений Пригожин по одобрению со стороны ФСБ и ФСИН, которые не могли бы произойти без решения Путина, начал заходить на территорию колонии тюрем, вербовать заключенных, обещая им государственные награды, выплаты и так далее, и так далее, и освобождение через полгода после их участия в войне против Украины. Мы тогда делали все возможное, чтобы это разоблачить, остановить. Огромное количество заключенных, послушав и наши стримы, и эфиры, и услышав что-то от своих родственников и адвокатов, они остались на местах, они не поехали. Но, тем не менее, по статистике всегда есть какое-то количество людей, которые покупаются на обещания шарлатанов, мошенников, проходимцев. И в 90-е, вы помните, как Россию обокрали МММ, Хапроинвест и прочие пирамиды, здесь Пригожин делал практически то же самое, только набирал заключенных для отправки на фронт в качестве пушечного минного мяса. Он им обещал, что у него есть своя армия, корабли, пароходы, показывал вот эти вот три звезды героев на своей груди и так далее, и 49 тысяч заключенных он отправил на фронт за 2022 год. И здесь, как раз реализуя вот этот самый кровавый проект К, они стали повязаны кровью именно в таком масштабе. То есть гибель десятков тысяч россиян была и на руках Путина, и на руках Пригожина. Плюс в Вагнере была жестокая система. Если кто-то вдруг, находясь уже в зоне боевых действий, прозревал, понимал преступность этой войны, не хотел принимать участие в войне и выполнять вот эти преступные приказы, его там убивали, обнуляли, либо с помощью кувалды, либо с помощью пыток, либо просто расстреливали. И, конечно же, во всей этой схеме Путин с Пригожином, очевидно, стали подельниками, сообщниками в рамках преступления против человечества и человечности. И то, что они творили под Бахмутом, 100% уже вошло в историю, 100% будет расследовано и прокурорами, и следователями в Украине, и на уровне международного расследования. Я уверен, что это станет одним из эпизодов обвинений на международном трибунале в отношении Пригожина и его сообщников. Так вот, и пока это все было тайно, Путину устраивало. Но в тот самый момент, когда Пригожин засветился, и когда в нем взыграли вот эти непомерные амбиции, когда он предъявил счет к оплате Путину и сказал, что вообще-то столько уже я всего сделал для вас, господин Путин, пора бы за мной и лифт спустить на мой минус второй этаж, чтобы поднять меня куда-нибудь на уровень губернатора Санкт-Петербурга, директора ФСБ, министра обороны и так далее, когда у него были эти амбиции. И он начал диктовать Путину, что вот уберите Шойгу с Герасимовым, поставьте нашу кариатуру нашего сообщника-заговорщика Сергея Суровикина на лидирующие позиции в Минобороне, продвигайте наших людей в ФСБ и так далее во власть. Дальше в этот самый момент Владимир Путин и его ближайшее окружение, они поняли, что Жека Топор или Жека Кувалда, он по-русски попутал берега, он перестал отдавать отчет, куда он попал и где его вещи, и хочет гораздо больше, чем Путин с его мафией могут предложить человеку, находящемуся в их статусе. И, по сути дела, начиная с конца апреля, уже было принято решение в Кремле прекратить выплаты денежных средств из бюджета Пригожину на содержание ЧВК «Вагнер». В начале мая, если вы помните, я в Фейсбуке и в нашем телеграм-канале написал, что ЧВК «Вагнер» и Пригожин «Зиэнд». На следующий день так получилось, «Хаймерсы» прилетели от ВСУ и ударили по штабу, особому отделу службы безопасности ЧВК «Вагнер» в их штабе в Первомайске по обувной фабрике. И тогда Пригожинцы подумали, что, видимо, Осечкин там во Франции сидит, работает на ГУР или СБУ, и вот якобы там мне из Киева кто-то вот секретное донесение, даешь, что завтра будет ракетный удар. А мы подразумевали информацию от нашего источника, который нам четко сказал, что там принято решение, их не будет. Соответственно, май и начало июня у них вот назревали эти недовольства и противостояния. И потом, прекрасно понимая, что их будут арестовывать и закрывать в следственный изолятор, в тюремные камеры, они решились на то, что мы все уже видели, тот самый военный мятеж 23-24 июня.